друзья всем привет приветствую вас на очередной торговой сессии торговой сессии среды мы снова на финансовых площадках рынках и продолжаем говорить о ключевых новостных событиях и главном фундаментальном фоне который провоцирует движение финансовых активов сразу предлагаю переходить к делу рынок нефти 25 76 мы ждем бренд в районе 25 долларов за баррель и потому как продавцы активно сейчас носили именно на развитие нисходящей динамики эта цель может быть реализована уже в самое ближайшее время почему я так уверен фон остается прежним друзья значит фон остается крайне негативным мы работаем с катастрофическим падением спроса на нефтянку вызванного мировой экономической рецессии таким же катастрофическим падением экономической активности все это о следствии распространения коронавирусной инфекции статистика гнетущая страшная множество эпитет можно подобрать но вы все сами прекрасно знаете к сожалению пандемия она по-прежнему распространяется и на текущий момент мы говорим уже об общем количестве заболевших в районе 860 тысяч такими темпами друзья мы очень скоро будем вынуждены констатировать себя цифру и в 1 х миллион по поводу снижения спроса на нефть у меня сегодня для вас два прогноза это прогноз от bank of america где прогнозирует сокращение спроса на нефть на 12 миллионов мне нравится этот прогноз он более-менее укладывается как бы в ту линию рассуждений и предсказуемого обвала о чем я вам говорил уже много раз но еще больше мне нравится прогноз голлман сакс он ближе уже к реальности еще ближе скажем так потому что в голлман сакс эксперты прогнозируют что спрос на нефть может снизиться на 26 миллионов фактически мировое потребление нефти будет снижено больше чем на 25 процентов проблемы для спроса еще усиливаются ростом и предложение мы знаем что исходя из анонсированных после развала альянса планов саудовской аравии и россии увеличить нефтедобычу вот с апреля месяца а ранее еще и саудовская аравия сообщила о том что дополнительно они увеличат производство на 600 тысяч баррелей с мая уже в марте производство нефти стало расти и в совокупности в рамках страна пек добыча уже подросла на 90 тысяч но это только друзья цветочки ягодки будут впереди единственное что меня может заставить отказаться от коротких позиций по нефти это улучшение ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции пока этого не происходит я рекомендую действовать сейчас по текущему предсказуемому тренду это ждать еще большего обвала котировок нефти индекс доллара друзья предлагаю сделку buy стоп с уровня 99 30 верю я в рост американской валюты потому что для меня это эталонный защитный инструмент который сейчас явно недооценивается масло в огонь накануне снова подлил в трамп отметил что впереди американскую экономику ждут две тяжелейшие страшные недели потому что тот процент заболевших который мы видим сейчас количество заболевших друзья тоже уже катастрофическая сто восемьдесят девять пятьсот и будет расти количество летальных исходов темпы распространения сохраняются поэтому я действительно допускаю что трамп прав действительно пика распространение инфекции придется на ближайшие недели поэтому мы как минимум трейдеры которые следят за новостным фоном должны тоже быть к этому готовы а значит уже сейчас подбирать какой-то актив в котором можно нам будет пересиживать вот эту локальную неопределенность я распродажи риска которые последуют и еще больше ухудшение экономических перспектив как вывод того что вирус будет негативно воздействовать на американскую экономику я рекомендую друзья по этой причине самый высоколиквидный финансовый инструмент это доллар тем более что накануне мы говорили что американская валюта реально сейчас недооценена и такой для скажем дополнительного подтверждение идея повышенного спроса на доллар и предстоящей слабости американской экономики прогноз голлман сакс вдумайтесь запомните эти цифры они на мой взгляд абсолютно оправданы во втором квартале двадцатого года американская экономика может просесть на 34 процента поэтому возвращаемся к идеям повышенного спроса на защиту доллар покупаем золото покупаем чуть откатили 1585 это друзья локальная коррекция перед последующим восстановлением я вообще не думаю что золото в принципе с учетом таких реалий может держаться ниже 1600 долларов за тройскую унсу bitcoin 1636 след за золотом будет также подрастать ждем повыше евро против доллара 1 10 19 небольшая коррекция но видно что трейдеры сейчас готовы сбрасывать риск но вот нужна допподдержка в росте курса американского доллара точно уж от восходящего движения в плане импульс уже ничего не осталось я не вижу никакого улучшения экономических перспектив которые могли бы позволить трейдерам дальше держать длинные позиции по фунту и евро поэтому предлагаю не мудрить евро уже понемногу корректируется накануне вышли данные по инфляции которые указали на то что иных потребительских цен снизился до 0 7 с 1 2 процента снижение инфляции отход от сливого показателя в 2 процента это еще на доказательство того что есть вообще риск того что инфляция уйдет на отрицательную территорию а значит ецб нужно действовать чтобы не допустить этого чтобы подстегнуть простимулировать потребительскую активность как влияет на рынок европейский центральный банк это меры экономического стимулирования ставки и программа количественного смягчения поставкам может быть уже разыграться и разгуляться негде но по программе количественного смягчения объемы можно еще и нарастить поэтому ждем евро внизу фунт также распродажа 1 2380 оправданное более-менее значение сейчас для британца это отметка 120 доллар канадец 1 4103 сейчас честно говоря не вижу причин по которым стоящих фундаментальных причин которыми можно было бы оправдать вчерашнюю коррекцию я думаю что это ошибка и трейдеры уже сейчас должны снова выкупать эту валютную пару потому что здесь и снижение цен на нефть очевидно и собственно ожидание дополнительных стимулов со стороны канадского банка и оставка на укрепление курса доллара друзья покупайте эту валютную пару она принесет очень хороший профит tsnp 2523 пункта ждем на уровне 2200 пунктов сегодня мы друзья снижаемся я думаю что это только начало и в ходе текущей торговой сессии ралли будет усилена впереди у нас отчет по и дипи по состоянию американского рынка труда в случае выхода слабых данных я в принципе ожидаю только такие давления на американский фондовый рынок может только усилиться на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания